Одинцовский театр сказки существует уже три года. Это уникальный творческий проект, по замыслу которого зрители непосредственно участвуют в представлении. Гости, как правило, это дети от одного года до семи лет и их родители. Благодаря разнообразию интерактива они обучаются новым играм, песням и танцам. Театр сказки был организован благодаря мечте руководителя. Татьяне Савельевой хотела и создать такой проект, чтобы те, кто приходил на спектакли, уносили с собой улыбку, яркие эмоции и вдохновение. Так как у нас театр был открыт на основе любительского родительского театра, то у нас большинство это родители. И, соответственно, дети прямиком с мамами, папами приходят на наши репетиции, представления, участвуют. За время существования театра актеры-любители подготовили более 24 постановок. Это и Новый год с бременскими музыкантами, и спектакли «Гуси-лебеди», «Приключения фунтика», «Лисья сказка», «Кукольный спектакль», «День рождения лягушки» и многое другое. В библиотеке номер один, которая также является и площадкой для репетиций, для самых юных зрителей была показана сказка «Аленький цветочек». Актеры настолько вживаются в роли, что потом им приходится еще долгое время возвращаться в привычную жизнь. Вживаться всегда приходится осознавать роль, понимать. Где-то это становится частичкой тебя, где-то это, особенно в первые две недели после театра, ты где-то уже в шутку говоришь реплики. И пережить нужно это. Для меня это интересно, для меня это часть жизни, что-то прожить новое. Да, я согласен тоже, что после театра в наше время очень как-то сказки в детство ты воплощаешься, ну и жить проще, как-то интереснее. Руководство театра делает все возможное, чтобы посещение спектаклей было доступно для людей с любыми финансовыми возможностями. А социально незащищенные категории «Дети с ограниченными возможностями здоровья» приходили на представления бесплатно. Двери театра сказки всегда открыты как для зрителей, так и для творческих людей, желающих реализовать себя. Я пришла в театр сказки в качестве музыкального руководителя. Я исполняю произведения на фортепиано, на синтезаторе. Также я ответственна за включение аудиозаписей. Мы сейчас пробуем развивать новые направления, прилагаем к этому все усилия, сплочаемся, все по максимуму проявляют инициативу и очень надеемся, что все наши направления будут реализованы. Главной задачей проекта – привить любовь к русскому народному этносу, сказкам народов мира, классическим музыкальным произведениям. Воспитать в ребятах коммуникативные навыки, чувства товарищества и сплоченности, а также развить у детей личностные качества, память и речь. Театр мы любим всей семьей, очень трепетно. И когда родились у нас дети, мы решили открыть свой театр, чтобы играть в детские постановки и приобщать наших детей к творчеству. Меня, например, повысили. Я сначала играла животных, а теперь я, к счастью, играю людей. И на самом деле людей играть гораздо сложнее, как оказалось. Впереди у сказочных актеров грандиозные планы, среди которых и участие в губернаторской премии «Наше Подмосковье» на предстоящий год. Ведь, как показывает практика, новичкам везет. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».